Друзья, всем привет! На нашей удивительной планете есть существа, которые способны жить вечно, или почти вечно. В этом видео вы узнаете о самой долгоживущей сухопутной черепахе на Земле, о том, сколько сотен лет может прожить акула, и о том, кто живет уже тысячи лет. Но самое интересное вас ждет в конце. Кто живет вечно? Итак, представляем вам топ-13 самых долгоживущих существ на планете Земля. Карпы кои. У вас есть дома рыбки? А какая продолжительность жизни ваших рыбок? Если вы заведете карпы в кои, то рыбки в вашем аквариуме будут жить около 100 лет. Карпы кои – это маленькие декоративные одомашненные рыбки, родиной которых является Китай. Самая пожилая рыба этого вида умерла в возрасте 226 лет. Гуидак. 12 место занимает существо, очень напоминающее хобот слона. Это моллюск гуидак. Обитает это животное в США и Канаде и имеет среднюю продолжительность жизни 140 лет. А самый старый найденный моллюск этого вида был возрастом 160 лет. И все благодаря отсутствию врагов в животном мире и очень интенсивному обмену веществ. Гигантская черепаха. Хотя в нашем хит-параде большую часть мест занимают морские обитатели, 11 место заняло наземное животное. Рекордсмен книги рекордов Гиннеса – самое старейшее сухопутное животное. Кто же это? Джонатан. Гигантская черепаха, проживающая на острове Елены в южной части Атлантического океана. Но самое поразительное – это не размеры Джонатана, а его возраст. Ведь он вылупился в 1832 году и живет до сих пор. А значит, ему сейчас на секундочку 190 лет. Конечно, сейчас возраст старичка дает о себе знать. У Джонатана появились проблемы с обонянием и зрением, поэтому сейчас кормят его ветеринары. Конечно, Джонатан не единственный в своем роде, кто доживал до такого почетного возраста. Некоторые особи его вида доживали в неволе до 150 лет. Интересный факт – Джонатан родился тогда, когда известному Чарльзу Дарвину оставалось еще три года до прибытия на Галапагосские острова. Туатара. Десятое место в нашем хит-параде самых долгоживущих существ на Земле занимает Готерия, или, как ее еще называют, Туатара. Внешне эти древние животные, которые живут на нашей планете еще с триасового периода, напоминают ящериц. У них крупное тело, массивная голова и пятипалые конечности. Эти присмыкающиеся могут прожить до 200 лет и в возрасте далеко за 100 могут обзавестись потомством. Этот факт был зафиксирован в музее Саутленда в Новой Зеландии. К сожалению, Туатара является вымирающим видом. К концу 19 века этот вид вымер на обоих главных островах Новой Зеландии. Сейчас Туатару можно повстречать всего на 13 небольших островах. Эти древние долгожители находятся под охраной новозеландского правительства. Красный морской еж. Ну а сейчас давайте снова погрузимся в таинственный мир морей и океанов. Ведь именно здесь проживают самые долгоживущие существа на нашей планете. И следующее девятое место занимают морские существа, внешне напоминающие резиновые шарики, только живые. Но эти шарики не такие уж и безобидные, ведь это красные морские ежи. Эти существа прекрасно выглядят в любом возрасте, даже в 200 лет. Кстати, именно до такого возраста могут доживать красные морские ежи. Удивительно, но даже в 200 лет у них сохраняются репродуктивные способности. Но, к сожалению, некоторые особи не доживают до 200 по одной простой причине. Их либо съедают, либо ловят на рыбалке, либо они умирают от болезни, но очень редко. Морской окунь. Наравне с красными морскими ежами одна рыба тоже имеет честь доживать до 200 лет. Вы удивитесь, насколько хорошо вы знаете этого животного. Это морской окунь. Благодаря тому, что в запасе у него много десятков лет, размножаться он начинает не ранее 25 лет. И, к сожалению, это делает этот вид уязвимым. Тем более, что большинство доживает всего до 60 лет. Гренландский кит. Следующее морское животное, занимающее седьмое место в нашем топ-13 долгожителей планеты, в отличие от многих других существ, обитает в Арктике круглый год. Это гренландский кит, который может жить в двух столетиях. Который может жить до двух столетий. Откуда нам это известно? Ученые определили это, когда провели анализ каменных наконечников гарпунов, найденных в ворвании гренландских китов. Также биологи, которые работали с местными китобоями на севере Аляски, обнаружили наконечники гарпунов, которые датируются 1890-ми годами. Ученые также провели анализ ткани глаз гренландских китов. И вывод был такой. Одному из животных на момент его смерти было целых 211 лет. Змеевидный коралл. Шестое место занимает один из видов кораллов. Любой коралл – это сообщество новых существ, называемых полипами. Один полип умирает, а на его месте появляется другой. И так до бесконечности. Продолжительность одного полипа мала, но это не в случае со змеевидным кораллом. У него каждый отдельный полип живет до 400 лет. Океанический венус. С моллюсками мы все хорошо знакомы. Мы привыкли видеть их ракушки на берегу моря. Однако задумывались ли вы, сколько лет той или иной ракушке? Сколько живут моллюски? Один из видов этих существ, а именно океанический венус, живет 200, а то и 500 лет. В 2006 году на исландском шельфе учеными был найден самый пожилой океанический венус. Его возраст составлял целых 507 лет. Но как же, ученые определили это путем подсчета линий на ракушке. Хотя некоторые из них и очень тонкие. Интересный факт. Найденное животное прозвали в честь династии Мин, во времена которой он появился на свет, а именно в 1499 году. Гренландская акула. Четвертое место занимает огромная гренландская акула, которая может достигать в длину около 5 метров. Но больше поражает то, насколько долго может прожить это животное. Однажды одна такая акула угодила в рыболовные сети. Ученым захотелось понять, сколько ей лет. Поэтому они применили к животному методику радиоуглеродного датирования глазного белка, который формируется еще до рождения акулы и остается жизнеспособным на протяжении всей ее жизни. Итоги исследования показали, что акуле было примерно 392 года, плюс-минус 120 лет. А это означает, что гренландские акулы могут жить от 272 до 512 лет. Также в Англии ученые провели исследование над еще 28 акулами и пришли к выводу, что одна из особей появилась на свет примерно в 1505 году. Ученые считают, что гренландская акула самый старый из существующих видов позвоночных рыб на Земле. Благодаря чему эти рыбы так долго живут? Пока это остается загадкой. Трубчатый червь. Три последних вида животных – это нечто удивительное. Третье место занимает трубчатый червь эскарпия ламината, обитающий на дне Мексиканского залива. Невероятно, но особи этого вида могут прожить более тысячи лет. Автор исследования трубчатых червей Алана Дуркин отметила, эскарпия ламината стирает границы максимальной продолжительности жизни живых существ. Однако узнать, сколько могут жить эти существа, оказалось не такой уж и легкой задачей. Дело в том, что у этих червей нет скелетной структуры или ткани, на которых можно было бы наблюдать годичные кольца, позволяющие определить возраст. Для того, чтобы все-таки определить их возраст, ученым пришлось воспользоваться моделью роста, которая предсказывает, насколько червь вырастает каждый год. Результаты исследования показали, что возраст некоторых червей насчитывал сотни лет. Глубоководные губки Второе место занимают поражающие своей продолжительностью жизни глубоководные стеклянные губки. В 2017 году ученые провели исследование, которое показало, что эти существа могут жить от 5000 до 18000 лет. Это просто поразительно. Интересно то, как ученые определили это. Дело в том, что глубоководные губки производят очень длинную скелетную структуру, состоящую из кремнеза с губчатой частью сверху. Слои кремнеза фиксируют возраст животного. Благодаря же чему губки живут настолько долго? Все дело в медленном обмене веществ. Именно благодаря этому стеклянные губки медленно потребляют кислород. Именно благодаря этому их клетки делятся медленно. И именно благодаря этому они живут так долго. Медуза Туритопсис нутрикула. Почетное первое место занимает животное, которое живет не сто, не тысячу и даже не 10 тысяч лет. Оно живет бесконечно. Основная масса медуз умирает сразу после того, как оставит потомство. Но это не так в случае крошечной медузы Туритопсис нутрикула, достигающей в диаметре всего 5 миллиметров. Это единственное и неповторимое животное на планете Земля, способное к самостоятельной регенерации и омолаживанию. Как только эта медуза подходит к старости, она вдруг начинает молодеть. И количеству таких циклов нет предела. Вероятно, это самое поразительное животное, о которых мы сегодня узнали. Это был последний представитель топ-13 долгожителей планеты. Несомненно, то, сколько живут эти существа, поражает воображение. Какое животное удивило вас больше всего? Хотели бы вы жить вечно? Подобно медузе Туритопсис нутрикула. Пиши в комментарии. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!